добрый вечер друзья мы с вами в атлантик сити и здесь нас ждет 10 раундовый бой в супер тяжелой весовой категории это правило которым нет стоячего нокдауна не действует правило трех нокдаунов в раунде то есть любое количество может быть в раунде боксер не может быть спасен ударом гонга от счета рефери ни в одном раунде вот этот нью бордвок холл это второе место в соединенных штатах после лас-вегаса после всех этих мандалей бей эмджи эмгренд где концентрируется в общем мировой бокс доктор доминик колета доктор уильям лейтона доктор джордан геррисон энд доктор howard taylor introducing you are three judges scoring this bat from ringside джордж хилл джон портуридж и джон райли это суди эрл браун рефери в ринге сегодня 10 раундов боя фрайды агунаня 180 сантиметров рост порядка 100 килограммов с 16 побед у него 9 нокаутом одно поражение он из из нигерии а это джошуа блокус француз по крайней мере рожденный извините во франции сейчас в атланты базируется в джорджии 12 побед 11 нокаутом и ноль поражений джошуа блокус по кличке кошмар 104 килограмма вес ну вот то что вы сейчас увидите этого здорово рисует ситуацию который сложил супер тяжелой весовой категории марс сейчас в мире то есть приличные средники появляются но вот звезд таких как в старые времена это было таких звезд пока что нет здоровенные атлетичные ребята с ударом вот и все что можно пока что про них сказал блокус красных трусах вы уже разобрались то есть кто это довольно сложно пока что и в общем так не мудрство и лукаво сразу со всей мощью и со всей скоростью начинает действовать бойцы и француз и и и и да вот такое начало тут с одной стороны просматривается определенная осторожность с другой стороны крайняя решительность совершенно характерная для черных бойцов все это идет под эгидой знаменитого дона кинга всю жизнь кинг держал мировой бокс у себя в кармане и вот сейчас позиции заметно сдал все знают кто связан с этим бизнесом что тот кто контролирует тяжеловесов тот контролирует весь мировой бокс естественно все те огромные деньги которые в нем крутятся ну вот главных конфигурантов супер тяжелого дивизиона кинг сейчас не контролирует не ленокса люиса не братьев кличко в основном истраченный материал имеется ввиду холлифилд который все еще никак с ринга не уйдет и джонни руис которого в общем все ожидают что его и рой джонс может побить вот все сокровища которым владеет кинг если не считать вот таких ребят которых мы сейчас с вами видим на ринге будет начинает от надоедать это осторожность обычно чувствуется вообще атмосферы когда начинается гул в зале болтовня такой ропот прям скажем плохой был раунд не очень интересно ну в общем тут явно просматривается такое если не взаимное уважение то изрядная взаимная осторожность у него бы сразу почувствовали что дело пахнет неприятностями случае пропущенных ударов поэтому особо и не рисковали вот чего не отнимешь конечно у этих бойцов так это скорость скорость почти как у легковеса а вот он черных трусах зовут его фрайды то есть пятница вообще говорят в африке в некоторых странах принято называть своих детей тем днем в котором они родились я думаю а как же называют ребят если их больше семи большим дней недели что не редкость в африке и м characters the back of the back of the back of the push вообще такое впечатление у меня складывать что технически они абсолютно одинаково оснащены эти два боксера и каждый пытается достать противника справа кроссом через руку в общем блокус без раздумий пользуется этим правым ударом забрасывает его туда наверх пока не точно фрайды угнания я уже говорил что он из нигерии откуда очень много вышло хороших боксеров в том числе и дэвид айзон снова такой не очень выразительный раунд получился ну не очень хорошо дела у дона кинга обстоят если у него такие возрастные бойцы в районе 30 каждый но он лук и толстом они а у шаг мембур я сайки на 5 вот и то я комбинации блокус по кличке кошмар пока ничего кошмарного мы не видим на рим наверно все еще впереди вообще надо сказать что скуповато действует оба бойца я имею ввиду удары достаточно редкие все не точные вот один из них блокус решил попытать счастье в такой глухой защите у канатов посмотреть на что способен противник а тот не решается так в основном пугает да полно сил атлетизма мощи физически все это пока не находит выражению реальных действий и третий раунд пора буржа и Слишком много взаимной охоты. Глядя на то, как развиваются события на ринге, начинаешь понимать, что эти боксеры вряд ли в будущем обострят ситуацию на ринге. Я имею ввиду, понятное дело, борьбу за звездный статус. Ну, в общем, если ситуация в тяжелом весе будет вот так развиваться, как она развивается сейчас, то не исключено, что кто-нибудь из этих ребят станет чемпионом по одной из версий. Но это лишнее будет доказаться тому, что чемпионов много, а звезд мало. Ну, правильно, все, что тут говорится в углу, об атаках по туловищу, что не нужны. Одиночные удары в туловище, что нужны комбинации. Слишком много мало угроз, мало действий. Справедливо. Не надо забывать, что Блокус почти все бои, ну, кроме одного, выиграл нокаут. Видно, и нигерец это знает, поэтому ведет себя достаточно осторожно. Будет комбинация, наконец, или нет, или сплочной угрозы. Да, очень непохожая. И по манере, и по технике. Может, поэтому бой не складывается пока что. Конец четвертого раунда. Бой как будто и не начинался. несмотря на то что все так складывается как как она складывается угроза угроза чувствовать слишком много физической мощи тут сосредоточен на ринг она просто что называется не сконцентрирована распылено на 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 Да, ну, на месте секундантов я бы не хотел оказаться сейчас, потому что к чему эти уговоры «давай-давай». Каждый знает, зачем он вышел на ринг сегодня. Пятый раунд идет. До сих пор не было ни одного опасного момента. Вообще, это немножко напоминает такой спарринг на тренировке в зале. Придется тренерам, видно, какие-то меры принимать, заставить их рисковать. Вообще, отношения тренера и боксера в профессиональном боксе, особенно в Америке, они, конечно, совершенно не похожи на то, что имеется в боксе любительский. Если тренер в любительском боксе, в общем, и наставник, и воспитатель, и психолог, и, в общем, практически отец родной, то тренер в профессиональном боксе чаще всего бывает исключение. Это наемная рабочая сила, которая может быть уволена в любой момент боксером. Кроме того, тренера сейчас принято у звезд иметь как бы несколько тренеров. Тренер по физической подготовке, по питанию. Одно время у Халифилда было шесть тренеров, неизвестно зачем. Конечно, всегда есть главные, но влияние такого на боксера, личное влияние, как в любительском боксе. Никто не оказывает такого сильного влияния, как в любительском боксе. Публика вообще смотрит в другую сторону. Что-то там происходит, непонятно. Никто уже внимания не обращает на то, что на ринге происходит. Кому не завидуй, я сейчас так это судим. Я уже много раз эту фразу повторял, повторю еще раз. К galera. acompanники Домборки. Субтитры сделал DimaTorzok Да, верная установка, которая звучит так. Слишком много уважения оказываешь от противника. Блоку сейчас опустил руки, сделал шаг назад, показывая всем, что, в общем-то, он не против. Противник не хочет идти вперед. Трики «давай, давай» и «дави» доносятся в основном из углов боксеров. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Скажите, кто сказал, что самый захватывающий бокс – это в тяжелом весе? Мне кажется, что процент скучных невыразительных боев на ринге чаще всего там и происходит в супертяжелой весовой категории. Нам с вами остается ждать развития событий на самом верху. Вы сами понимаете, о чем я говорю. Когда, наконец, решится что-то убрать и в кличку. Я вам такую маленькую историю расскажу. Мой близкий друг, финский, в прошлом боксер, а ныне журналист и сценарист Йорма Лемонин, встретил, как ни странно, в Эстонии Ленокса Льюиса. И спросил его, кто будет следующим чемпионом мира после вас. И тот, не моргнув глазом, сказал – Владимир Кличко. Ну, если уже абсолютный чемпион так решил, то, в общем, нам остается ждать действий, которые приведут к этому статусу Владимира Кличко. И тот вступает в силу всяческое политиканство, денежные отношения, позиции телеканалов и масса всяких сложностей реального и реального плана, который препятствует вот этим событиям. Я думаю, логика вещей должна, наконец, привести нас к большому бою с участием вратьев Кличко. Понятное дело, не одному бою. Блокусу советуют, что для того, чтобы противника измотать, смертельно измотать, нужно наносить больше ударов. Такая вот простенькая тактическая рекомендация. Дальше стоит вопрос дисциплины боксера – сможет он это выполнить или нет? А между тем идет седьмой раунд. Я вам скажу, в чем причина вот таких боев. Это абсолютное отсутствие фантазии. Тактическая простота. Если этим качеством блещут оба бойца, ничего интересного на ринге не жди. Так называется – наносить больше ударов. Блокус просто побросал так вяло этот самый джеб и на этом успокоился. Теперь наступила очередь его противника. Наступила очередь совершать те же самые ошибки и промахи. Между прочим, вторая половина седьмого раунда, десятираундового боя идет. Когда-то в старые времена у Кинга бывало по шесть чемпионских боев в одном шоу. Было масса хороших боев. Но сейчас ситуация изменилась, как вы знаете, когда телеканалы начинают вытеснять промоутеров. И я думаю, это пошло боксу на большую пользу. Потому что сузило поле некоторых махинаций, которые существовали в профессиональном боксе. Я не говорю о так называемых договорных боях, которых нет. Многие почему-то считают, что вот есть. В профессиональном боксе этого не существует. Это не футбол. Нет. Я имею ввиду махинации за рингом. За кулисами того, что мы видим вот на боксерской сцене. Потому что телевидение это прагматичная организация, которая в общем интересуется больше популярностью, соответственно рейтингами и деньгами. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тем не менее 8 раунд и ответы на все эти почему нужно было добиваться их немножко раньше, чем к концу боя. Слишком большие паузы боевых действий. Вот в чем дело. Блок сейчас пытался активизироваться. Попытался, но решил снова спрятаться в свою любимую защиту. Поднял предплечье. В рефере немного работы, согласитесь, в этом бою. Восьмой раунд кончается. Сейчас пойдет последняя минута. Ничего не решено. Самое неприятное, что кажется, что никто и не пытался что-то решить в этом бою. Ошибка каждого из этих бойцов в том, что, как я говорил, они делают слишком большие паузы между своими атаками и контратакой. Это показатель отсутствия класса. Вовсе не означает то, что я сказал, что если человек очень плотный темп держит в бою, то это показатель класса. Но вот умение сыграть на смене темпа, это как раз и есть показатель класса. Это очень важный, чтобы паузы в ваше время. да малыш осталось еще два раунда раунда этих мучений вообще должен сказать что сложная психологическая проблема с которой не каждый тренер может справиться я имею ввиду настроить бойца так чтобы он действовал по плану чтобы он выполнял все установки и чтобы его просто убедить в том что он делает что-то неправильно время чтобы переломился не каждый тренер владеет этим искусством обострить вот это восприятие заставить вспомнить о изначальных мотивировках а у каждого бойца есть такая мотивировка перед выходом на рейд но вот во время боя либо противник заставляет про это забыть не поддается либо вот они вот втягивается в такой монотонный ритм как вот то что мы видим на протяжении всех этих раундов и поменять совершенно не в состоянии именно роль тренера здесь очень велика заставить встряхнуть психологически бойца за чем-то ударил блоку с противника по спине потом извинился предпоследний раунд минут осталось надо рисковать никто не пытается этого делать и думаю уже не попытается я все таки думаю что если быть более снисходительным к этим бойцам причиной вот такой нестыковки отсутствие острых моментов в ринге помимо всего прочего является еще такая вот но абсолютная похожесть в манере в их арсенале наверное даже схожесть характеров зачастую даже у звезд бывают неудачные бои да ну это уже стандартная фраза которая повторяется перед последним раундом сотнях в тысячах боев ты хочешь выиграть этот бой и хочешь выиграть этот бой нужно выигрывать вот этот раунд этот последний раунд нам нужен этот раунд ну всем нужен этот раунд понятное дело все это происходит от того что в штабе каждого из боксеров дают себе отчет что бой абсолютно ровно надо выигрывать этот раунд но выигрывать похоже не чем сил еще полно поменяться они никак не могут вот пока я смотрел этот бой и внимательно слушал что говорят в углах я ни разу не слышал установки чтобы боксеру рекомендовалось действовать плотнее без пауз все что угодно говорят какими ударами действовать но в какой манере ни разу не сказали зачем после вот этой атаки когда нигереец прижал блок с канатом зачем нужно было делать шаг назад вот это тренер должен был отметить мне так кажется можно было продолжать и добиться успеха последняя минута последнего раунда в этом бою пошла завершающего штриха в этой картине мы с вами наверное не дождемся я имею ввиду жесткое чистое попадание хотя бы с одной стороны с отсечкой этого времени запоздали и тут же раздался финальный гонк самое интригующее в этом бою наверное тоже кого тут сочли победителем судьи большая неизвестность джошуа блокус по кличке кошмар наверно превратится в кошмар для своего менеджера потому что продать его как звучит это на боксерском жаргоне в америке еще раз будет невероятно сложно то же самое возможно о нигереец и можно сказать что мы что не а мы у на и в мы на и мы мы на Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok